очень хорошие размерчиком она просто огромадная деревья падали дороги сейчас по перекрыты все размывает реки еще идут привет друзья меня зовут николай и сегодня мы с вами прогуляемся в лесок для того чтобы посмотреть какие грибочки есть каких нет после этих сильных ливней после наводнений мы сейчас с вами прогуляемся по лесу и все обязательно увидим но вы конечно же не забывайте подписываться на мой канал и теперь перейдем прогулки вот такие вот сейчас дороги после этих ливней в лесу все размывает реки еще идут здесь был обалденнейший поток а мы идем за грибами смотрите что я нашел это я нашел друзья грусти начались в лесу после вот этих сильных дождей вот такие вот шикарные красивые грузди ведь у них идет молоко сейчас это горький грусть так еще один маленький этот оставил этот уже раз срезал то заберем значит сейчас буквально через пару дней их будет валом ухты смотрите какую я поляночку хорошую нашел а вот такие вот здесь красавчики это все у нас друзья здесь весь бугор в шикарных маленьких груздях вот здесь покрупнее есть смотрите да чувствую сегодня наверное я буду собирать грузди они лисички но если лисички попадутся естественно я тоже от них не откажусь прямо зашел в лес и здесь прям вот такие вот хорошие грядочки попадаются уже ведре начало что-то появляться ну что друзья здесь у нас груздей лезет немерено огромнейшее количество уже ведре начала что-то появляется тут прям с одной полянки я беру такие немножко покрупнее чтобы были ну и вот уже в ведре можно сказать но прикрыто и вот здесь прям весь склон вот так усыпан от этими груздями маленькими еще какие-то грибочки после дождя вырезали давайте я вам его покажу со всех сторон я один срезал который покрупней сейчас мы его разрежем весь внимательно рассмотрим и если кто-то его узнал то напишите в комментариях как он называется потому что я не знаю поэтому я здесь оставляю здесь и кстати немало попадается они только начинают лезть они такие тверденькие и хорошие что по крайней мере внешне установочка у нас сейчас вот такая вот в лесу как вы видите везде реки но я нашел красавчика лисичек и вот они конечно я хочу сегодня собирать груздей ну естественно от лисичек я тоже не откажусь потому что вот они здесь так сейчас положим надо будет в отдельное куда пакетик сложить чтобы они не были горькими от груздей потому что грузди выделяют сок и естественно лисички могут получиться горькие из-за этого сока так друзья у нас одна собачка с нами и как вы уже поняли что это я значит пионерском раз эта собачка у нас появилась в кадре 1 мы продолжаем в поисках удачи хотим найти как всегда что-нибудь интересное и вкусненькое да сейчас обстановочка в некоторых лесах крыма что сильно на машине по лесу и не поездишь вот эти речушки которые текут естественно здесь очень скользко и грязно особенно если машинка не подготовлена то лучше в лес и не суваться ну по крайней мере вот такие в более-менее серьезные места и вот посмотрите здесь сколько было воды здесь вообще реки нет а напор воды был вот такой вот прямо по горе шел вот такие вот были ливни я уже подумал что все лисички посмывала ну нет лисички у нас на месте вот они красавчики и вот еще один так что грибочки здесь есть не зря я приехал давайте-ка посмотрим ох ты хороши собой что-то он там зацепился о какие они толстенькие напитаны водичкой друзья идеальные кусту печок пошел чем дальше в лес тем крупнее грибочки вот за ними я и приехал о давайте на солнце все друзья несколько штук что здесь соберу и в ведре сразу будет видно количество уже здесь их конечно же сейчас очень много попадается вот еще пошли туда выше пошли ладно давайте-ка еще один срежем они сейчас тверденькие хорошие после дождя сочные отличный вариант чтоб прогуляться вот она грядочка грузди у нас в одном ведре лисички другом вот они спрятались красота какая сейчас будем собирать и те эти кстати грузди эти горькие их надо чтобы перед приготовлением но я обычно три дня вымачивала пару раз в день меняю воду для того чтобы они потом были не горькие здесь у нас попадаются небольшие дождевики но эти дождевики большими не вырастают потому что если вы думаете большие мячики то это другой дождевик тот который гигантский и он обычно растет на плата у нас на долгоруковской или здесь вот такие вот попадаются малыши оставлю пусть растет нового я нашел лисичек а какой крупничок такой красивой грядочкой растут красота так ну что будем их скашивать тогда раз такое дело посмотрим хороши собой конечно же здесь обратите внимание ножка чуть меньше чем когда в прошлый раз был в мраморном там были ножки по длинею грибов чем здесь ну хотя отсюда можно попасть в те леса краснолесье в константиновка это все один огромнейший лес как будто друзья и гробовик вот эта поляна где вам в те разы рассказывал что их много хотя многие их путают под березовиком видите берез нету значит и подберет реки здесь расти просто не могут я его оставил сегодня не интересен посмотрим груздей погуляем поищем ух ты ребята смотрите она просто огромадная и как и красиво лисичка моя а там снизу еще одна была маленькая но вот как я вам и говорил что лисички практически никогда не бывают с животными вот она большая и чистая но и здесь естественно растут еще такие гробовички название из-за того что они растут под деревом граб и поэтому такое название а подберезовики не встречаются потому что нету берез ну ничего страшного друзья сейчас мы еще посмотрим что у нас здесь будет пока я собираю грузди стать уже крупные попадаются чуть-чуть отвлекся и здесь у нас красота какая лисички крупные хорошенькие так посмотрим в окрестности по собираем и дальше с вами пойдем так еще грядочка вот эти уже могут быть даже хорошие потому что посмотрите только какие они молоденькие все очень даже хороший там дальше еще раз тут так что этих грибов в лесу хватает после вот этих ливней посмотрите что происходило в лесу деревья падали дороги сейчас по перекрыты и здесь понятное дело что здесь речки нет и никогда не было и вы посмотрите какая здесь шуровала сильнейшая вода все смывала на своем пути и вот так вот сейчас друзья наверное везде в лесу где прошел дождь падают вот такие вот огромные деревья это у нас дуб упал дерево большое корень у него маленький потому что земли здесь мало а снизу идет скала и получается корневая система у этого этих деревьев очень маленькая поэтому и говорят что лучше в лес не ходить во время дождей земля размыкает дерево становится тяжелее за воды и падают чтобы не приключилась неприятности лучше не ходить вот такая вот громадина упала и уже не первую мы встречаем на дороге здесь по лесу везде не валяются нашел я грядочку смотрите к так не везде грибы смыло здесь маленькая и выше еще пошли пошли ребятки вот такие вот красавчики так ну чтобы собирать ребята я еще лисички не срезал ну то ладно потом у нас сегодня другая цель же как я говорил нам нужны вот эти красавчики есть маленькие но попались очень хорошие размерчиком кстати один из методов узнать горький это грусть или нет попробовать и он будет явно на вкус горький как вам такие у хороши собой сейчас еще нарежем так что урожай груздей начался они только-только лезут и кто любит молодые тверденькие и вкусные грузди ребята вам естественно в лес вот сейчас я вам покажу смотрите как с них после дождя ну вообще с них сок выделяется но после дождя он особо сильно выделяется потому что грибы очень хорошо напитаны ну и вот друзья первый солнечный день после этих ливней вы посмотрите сколько людей приехало за грибами естественно в пионерском возле озера и еще даже приезжают вон мы видим что они идут сейчас вот это все здесь ходят в лесу ну что какого меня сегодня результат вот такой вот шикарный результат чуть больше пол ведра обалденных груздей именно то что надо перех осталось только засолить ну и во втором ведре у меня просто разносортится и лисички и чё только нет ну то есть грибы в ассортименте ну а в основном я сегодня конечно была цель набрать груздей я их в принципе и набрал идеальные грибочки на засолочку просто то что надо ну что друзья вот такая вот шикарная прогулочка получилось у нас сегодня по лесу пособирали груздей немного лисичек того сего прогулялись посмотрели в лесу очень грязно надеюсь видео вам понравилось так что не забывайте его комментировать ставить лайки и подписываться на мой канал кто этого еще не сделал ну что друзья всем мирного неба над головой здоровья полных корзин и до новых встреч в новых видео всем пока